Всем привет! Меня зовут Алексей Архипенко. Сегодня я хочу вам представить мой новый проект «Лаборатория музыкальных генераторов». Это приложение с открытым исходным кодом, разработанное на языке C++ для Windows. Это приложение сейчас находится в активной разработке, и если вы заинтересуетесь, можете присоединиться к нашей команде, написав мне на почту. Сейчас на экране вы видите схему работы приложения. Сначала выбирается алгоритм, затем выбираются параметры, затем генерируется музыка, она начинает проигрываться в DAV, в рабочую станцию, затем сохраняется в виде файлов, и дальше можно загружать результаты, как только генерация закончена, анализировать их заново, проигрывать и так далее. Вообще сейчас достаточно много разных программ, которые генерируют музыку. В том же отличие от данного проекта Mgen. Во-первых, это высокое быстродействие за счет использования языка C++, возможность отладки, ну и, соответственно, возможность наращивания алгоритмов. Все алгоритмы могут быть переделаны, могут быть добавлены новые, существует фреймворк для создания новых алгоритмов, и удобный интерфейс для взаимодействия с основным приложением. Другое важное отличие – это возможность проигрывания в реальном времени. То есть алгоритм может выдавать музыку кусками, и эти куски будут отправляться в учу станцию для воспроизведения. Кстати, нам не обязательно ждать окончания генерации музыки, мы можем уже ознакомиться, услышать результат в начальных стадиях генерации, в том случае, если генератор это поддерживает. Тогда есть возможность вернуться к результатам генерации старым, проанализировать их, визуальный вывод, большого количества параметров по каждой ноте. Также важная особенность системы – это проигрывание в рабочие станции через виртуальные инструменты. Это означает, что мы можем использовать виртуальные инструменты самого лучшего качества и получить максимально реалистичный звук, доступный на сегодня. Чтобы добиться максимальной реалистичности, система перед тем, как направлять музыку в виртуальным инструментом, проверяет ее на корректность для воспроизведения на конкретном виртуальном инструменте и, возможно, корректирует ее для того, чтобы, например, соблюсти диапазон инструмента. А также выдает предупреждение о том, что такая музыка может быть не очень корректно воспроизводиться на данном инструменте и рекомендуется либо сменить инструмент, либо изменить настройки. Также поддерживается стандартный экспорт в MIDI-файлы и возможность просмотра результатов генерации в нотном редакторе сразу после окончания генерации. Таким образом, цель проекта – это создать удобную и высокопроизводительную платформу для разработки алгоритмов генерации музыки, которая поддерживает максимально реалистичное проигрывание на виртуальных инструментах. Причем в будущем, возможно, этот проект мы сможем использовать также для того, чтобы преобразовывать свою музыку сразу в вид, более оптимальный для проигрывания на виртуальных инструментах. Для примера, это корректировка моментов начала нот для того, чтобы скомпенсировать сэмпл легата, выбор подходящих типов легатных сэмплов в зависимости от того, насколько далеко находятся ноты друг от друга, также чередование легатных сэмплов для того, чтобы не было повторов. Все это сейчас уже реализовано. Таким образом, программа может быть полезна как исследователям, которые создают новые алгоритмы и изучают их возможности, так и композиторов, например, для генерации случайных Кантус Фирмус или обработки музыки, адаптация ее для виртуальных инструментов. Ну и также может быть полезна для обучения. Я покажу. Есть некоторые алгоритмы, которые позволяют идти проанализировать распространенные ошибки при написании контрапунктов. Это в будущем, ну а сейчас уже для Кантус Фирмус. Давайте посмотрим, как все это работает. Сейчас в приложении уже реализованы два алгоритма. Первое, что нужно сделать после запуска приложения, нужно выбрать алгоритм, нажав на эту кнопку. Здесь появляется дерево алгоритмов, отсортированных по группам. В данном случае две группы. Это контрапунктовые алгоритмы и случайные. В каждом из алгоритмов есть наборы конфигураций. То есть, для примера, в группе рандомных алгоритмов есть алгоритм, генерирующий случайные соло. И здесь есть набор конфигураций длинное соло, среднее соло и короткое соло. Каждый набор конфигураций – это фактически текстовый файл, который можно редактировать, а также сохранять под новым именем. Итак, первый этап – это выбор алгоритма и конфигурации. Для этого я нажимаю двойным щелчком на Medium and Slow конфигурацию. Теперь можно как отредактировать эту конфигурацию, так и начать генерацию музыки. Я начинаю генерацию, и алгоритм сразу начинает создавать музыку и проигрывать то, что он уже сделал. В данном случае генерация музыки была специально замедлена таким образом, чтобы можно было увидеть, как работает алгоритм. Вы видели, что алгоритм постепенно создавал новые ноты. Они были сначала в красном поле, и затем, когда какой-то кусок, блок нот был готов, он отправлялся на проигрывание, а следующий блок становился красным и создавался. На каждую ноту можно нажать и получить дополнительную информацию по ней. В том числе генератор может вывести любую информацию, например, в поле «Коммент». Какую-то информацию, которая поможет вам отлазить этот генератор. В конечном итоге это помогает разобраться, например, в том, почему музыка играется не так, как вы хотели бы. Музыку можно сразу же просмотреть в виде нот, нажав на Open MIDI. Музыка открылась в нотном редакторе, вам, конечно, нужно создать ассоциацию MIDI-файлов с этим редактором. Собственно, вот ноты – это конкретного произведения. Также на экране вы видите график темпа, и вообще здесь можно вводить любые графики, любых параметров, которые используют для генерации. По умолчанию яркость ноты показывает ее интенсивность, а цвет ноты показывает номер голоса. В данном случае у нас одноголосый алгоритм. И цвет, и яркость можно использовать для показывания любых других параметров. Конечно, можно выбрать порт, в который будет выполняться проигрывание. Таким образом проигрывать, например, вообще на железный какой-то синтезатор. В данном случае я проигрываю виртуальный Loop MIDI-порт, который заведен в Reaper. И в данном случае в Reaper проигрывание идет через Freedlander Violin. Давайте посмотрим, как это происходит. Вы видели, что автоматически выбираются различные артикуляции, и проигрывание идет в стандартном ритме, что как раз заслуга адаптирования музыки для виртуального инструмента. И, конечно же, вы можете прямо записать эту проигрывающуюся музыку в рабочей станции и увидеть или запомнить, каким образом, собственно, все это адаптировано. Внизу экрана есть окно с сообщениями. В данном случае выбрано окно с ошибками. Но также есть много информации, которая поможет разобраться в том, как работает программа. Давайте посмотрим теперь второй алгоритм, который уже реализован в системе. Называется он Cantus Firmus Major Full Scan. Смысл этого алгоритма заключается в том, что он строит все возможные Cantus Firmus для определенной длины и интервала. А затем сортирует их по видам нарушений строгого письма, которые он в них обнаруживает. Если открыть какую-нибудь из конфигурации, то можно увидеть наборы нарушений, которые можно вывести на экран. Также есть и другие нарушения, которые не выводятся на экран, а просто полностью блокируют Cantus Firmus, являются полностью немузыкальными. Подробно про этот алгоритм я напишу статью, и вы сможете увидеть ее на сайте, собственно, генератора. Давайте запустим данный алгоритм с конфигурацией, который выведет все возможные флаги. Сейчас вы видите, что за 2,5 секунды алгоритм проанализировал 170 миллионов возможных вариантов Cantus Firmus длиной 9 нот, имеющих не больше октавы между самой нижней и самой верхней нотой. Вот в данном случае вы видите от до до до, собственно, а дальше будут, возможно, какие-то другие варианты, но они просто не умещаются сейчас на экран. Вот, видите, что ноты подсвечены цветами, и каждый цвет обозначает ошибку, которую обнаружил алгоритм. Например, если нажать на каждую ноту, то можно увидеть эту ошибку. В данном случае фиолетовым цветом подсвечиваются Cantus, в которых не заполнены скачки. Если нажать на розовую ноту, то мы увидим, что это близкий повтор двух нот. Действительно, здесь две ноты повторяются. А зеленым цветом выделена стагнация, то есть длительно использование одной и той же ноты. Вот таким цветом выделены множественные кульминации, то есть в данном Cantus множественные кульминации. И вот, собственно, первый Cantus заканчивается, начинается следующий. В следующем тоже много ошибок. Вот здесь появляется новая ошибка, светло-зеленая. Это большое количество скачков и так далее. То есть таких ошибок, типов сейчас 12, их может быть стать больше или меньше в будущем. Теперь я выберу конфигурацию, которая отключает вывод наиболее немелодических ошибок. Вот эта конфигурация Free. Собственно говоря, в ней выводятся только три, скажем так, ошибки. Скачок на септиму, это тритон, но в правильном разрешении. И позднее разрешение скачка через одну ноту. Ну, можно делать любую, в принципе, комбинацию, или редактировать данную конфигурацию, или создавать новую. Просто делать большую или маленькую каждую букву. Но тут уже есть определенные комбинации, которые можно открыть. Давайте сгенерируем и посмотрим. В данном случае вы видите, что большинство нот стали серыми. Серый цвет означает отсутствие каких-либо нарушений и проблем. А некоторые ноты остались цветными. Но в данном случае голубой цвет – это позднее разрешение скачка. То есть здесь происходит скачок, разрешается он через одну ноту. То это, в принципе, допустимо. А здесь, например, розовым показано септима. Также тут у нас будут и тритоны. Вот, например, более ярко красный тритон, который, в принципе, разрешается правильно. Точнее, до си, фа, ми. Ну и, наконец, можно вывести все идеальные кантусы, которые не содержат вообще нарушений. Для этого надо выбрать, ну, например, если это для над 9, то можно 9.7.0 strict выбрать и сгенерировать. В данном случае вы видите, что никаких нарушений вообще не обнаружено. Это все идеальные кантусы. Также существует возможность после генерации кантусов их перемешать, что позволит выбрать случайные кантусы вначале, прослушать их и, возможно, выбрать для дальнейшей композиции. Для этого надо прописать в конфигурации shuffle равно 1 или просто выбрать ту конфигурацию, которая уже содержит этот параметр. Вот только что кантусы перемешались. Сначала они сгенерились, а потом перемешались. Ну и, соответственно, будут проигрываться в случайном порядке. Также существует возможность изменения скорости проигрывания. А также изменения зума. На этом все. С вами был Алексей Архипенко. Если вам интересен данный проект, пожалуйста, обращайтесь ко мне по электронной почте или по контактам YouTube. Спасибо.